МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, наконец-то! Света, где вы ходите? Мне уже бежать пора. Боже, вы меня напугали. Держи. Держи ключи перепуганные. Я побежал, если что, звоните. Хорошо. Спасибо большое. Счастливо. Пошел Машу. Просто она беседку подожгла. Заткнулись все! Идиоты. Вон, только коровники охранять. Я его верну, Юрий. Что ты говоришь? Будь любезен, сделай это, пожалуйста. Ладно. Короче, у меня встреча. Я поехал. Юрий Викторович, я против того, чтобы вы ехали один. Слушай, Гриша, мне по барабану, что ты против! Ты мне Свету найди! Чего встали? Давайте в машину! КОНЕЦ 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 Ну что, Джак, вот мои прибыли. Смотри. Смотри, видишь? Это Тома, а это Лана. Нравится тебе? Нет? Не твоя весовая категория. Смотри-ка. Это нам с тобой. Бандерой. Ух ты, Томка! Отлично. Отлично, Джак. Мы с тобой на колесах. А я право-то взяла? Интересно. Так. Паспорт есть. Права есть. А кошелек где? Так. Саша, соседи двор. Быстро-быстро-быстро. Так. Ну и что мы имеем? Пусто. Ты знаешь, я понял, что пусто. Алло, что там у вас, во дворе? Ну, тоже пусто. Значит так, ищите кого угодно. Бабок ищите, да, детей ищите, алкаши, играющих в домино, тоже ищите. Мамаш с колясками, спрашивайте, заезжала наша машина или нет? И что? Бабки, говорю, что говорят. Не заезжала. Все, пока. Да. Значит так, надо искать все, что угодно. Приятелей, друзей, товарищей, подруг. Ну, где она хотя бы теоретически могла спрятаться. Либо мы ее находим сегодня, либо мы завтра сами идем искать работу новую. Вам понятно или нет? Григорий Михайлович, ну мы же не ФСБ. Нам время надо. А ты представь, что ты в ФСБ. У тебя нет свободных людей, свободного времени. Тебе понятно? И копать надо, искать, рылом, рылом нюхать. А кто здесь останет? Холодильник. Ты что, тупой? Кого тут караулить? Она сюда больше не сунется. Шеф прав. Пошли отсюда. Валя, ты дома? Вера! Ой, одно хорошо. До внуков ты живу. Слава тебе Господи. Валя, что это? Тренируешь? А Вера где? Понять не имею. Валя, я понимаю, что ты быстро меняешься. Но я тебя очень попрошу, меняйся, пожалуйста, помедленнее, а то мое сердце и мое здоровье не успевают за тобой. А что нам ты говоришь? Здравствуйте, Эдуард Александрович. Заставляет ждать? Извините, пробки. Пробки, Юра. Отмазка для лохов. Документы привез? Эдуард Александрович. Значит, не привез. Да там, дело в том, что… Да ты не дергайся. Пить будешь? Буду. Наливай. Послушай меня внимательно. Проще всего было бы тебя, конечно, послать сам-знать куда. Но я понес большие убытки и ты мне их вернешь. С процентами. С этого момента я бесплатно больше ждать не буду. Эдуард Александрович. Юра, и не заставляй меня озвучивать еще один вариант. Он тебе точно не понравится. Обидно, Эдуард Александрович. Я почти все сделал. Почти. В нашем бизнесе не считается. Нарушил правила игры. Будешь оштрафован. Сколько? Да. Че, охренели? Я почти все на карту поставил. Да что, почти я все поставил на карту? Да ты вообще соображаешь, сука, че ты творишь, а? Да, Мазаров. Смотрю на тебя и думаю, либо ты бессмертный, либо просто дурак. Сумму ты видел? За каждый просроченный день до сделки будешь платить мне полпроцента. От своей же будущей доли. У тебя с математикой в школе что было? Нормально было. Ну, значит, легко посчитаешь. Что тебе выгодней? Тянуть кота за хвост или может пробежаться впереди штанов? Выход ему покажите. Да все, все! Здравствуйте. Старислав Дмитриевич, спасибо, что пришли. Присаживайтесь. Мы ведь с вами уже как-то беседовали. Да, я помню. Это хорошо. У нас к вам возникло еще несколько вопросов. Скажите, а почему вы уволились с прежнего места работы? Мы с шефом, ну, Сергей Леонидовичем, друзьями были. Я бы не мог пересесть к другому водителю. Странная лирика для простого шофера. Почему странная? Просто мне его смерть реально вырубила. Я бы не смог больше там работать. Ну, допустим. А почему вы почти месяц нетрудоустраиваетесь? Почему месяц меньше? Я со вчерашнего дня работаю. Где? Ну, водителем в одной фирме по запчастям. Коммерческого вожу. Серьезно? Да. Ну, и как вам новый шеф? Да нормальный. Ну, и последний вопрос на сегодня. Как вам Юрий Мазуров? Ну, в каком смысле как? Ну, как вы его оцениваете? Как человека? Я не знаю. Я особо с ним не общался. Ну, у него свой водитель есть. А что его водитель говорит? Да не знаю. Я тоже с ним не общался. Почему? Некогда было Юрию Викторовичу Сергею Леонидовичу. Они по отдельности ездили. Ну, понятно. Хорошо. Подпишите протокол. Пожалуйста. Напишите, с моих слов записано верно. И подпись. Все, можете идти. До свидания. Всего доброго. Ты что делаешь? Я хочу отпечатки снять, потом сравнить с отпечатками на карабине. Паша, ты больной? Вдруг водитель мстит за шефа. Кому мстит? Мазурову. Ну, киллер же на него охотится. Кто тебе сказал, что Воробьёва убил Мазуров? Чего ты действительно заработался? Да ты не заработался, бойскаут. Ты заигрался. А это разные вещи. Вы же спросили водителя о Мазурове. Спросил и что? А зачем тогда? Затем. Чем толще дело, тем больше доверия в прокуратуре. Все. Пошли обедать. Субтитры делал DimaTorzok Ты дурак, Юрка. Это оружие? Оружие. Пережать ты будешь не в Мексике, а в лучшем случае замклядом. Я не готова сейчас с этим заниматься. Неужели тебе так трудно это понять? Да, Мазуров. Смотрю на тебя и думаю, либо ты бессмертный, либо просто дурак. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Знаете, на что я пошёл ради этого, вы суки, вы, я другу убил, а вы меня на щучек как лоха посленья вас. Илья Викторович, пожалуйста, подпишите бумаги. Вы отсюда пошлай! Валя сказал! Дверь закрыла! Валя Сергеевна, это, конечно, всё хорошо, но я не могу понять, поверьте, при чём здесь врачебная тайна? Речь идёт о судьбе Светланы Шевродяновой. Насколько мне известно, вам моя судьба не безразлична. И я не вижу связи. Хорошо, скажу прямо. Убитый её муж. У нас есть все основания полагать, что следующая по счёту она. Светлане об этом говорили? Да, конечно. И не раз. Но она, видимо, нас не слышит. Ну, это, видимо, связано со страстом. Ну, а почему вы думаете, что если она не слышит вас, она услышит меня? Мне не надо, чтобы она вас слышала. Мне нужно, когда она явится сюда, а она к вам обязательно явится, чтобы вы просто позвонили по этому номеру. И всё. Вы меня поняли? Огромное вам спасибо и до свидания. Юра, что случилось? А то ты не знаешь, да? Представь себе, не знаю. Ты встретился с развозом? Как видишь. И что? Что? Что-что? Они меня на счётчик поставили. Как поставили? Как ракам. Штраф плюс проценты за каждый просроченный день. Товари. Сколько? Много, Миша. Очень много. И если я не отдам, то меня же из их товара, прикинь. Так. Надо сообразить. Поздно, Миша. Раньше надо было соображать. Сейчас надо квартиру мою московскую выпадать. Срочно. И деньги завтра вечером дало. Сдеваешь? Я? Ну, а кто? Ты же финансовый директор. Финансовый, блин, купи, продай. Это же к тебе. Почему квартиру? А потому что без неё не хватит. Нету других вариантов, Мишань. Давай. Давай. Хорошо. Хорошо. Хреново не хорошо. Что-то ты быстро согласился, Мишань. Алло, Света, это Лариса. Света, конечно, может быть, это не моё дело, но тебя ищут. Но тот, кто меня привозил к тебе за город. Бакулин Георгий Михайлович. Да, Ларис, я поняла. Спасибо тебе большое. Я тебя умоляю, пожалуйста, ни в коем случае никому не говори, где я. Но он сказал, что всё это очень серьёзно и всё это тебе во благо. Нет, к сожалению, это не тот случай. Да, я обещаю, что когда-нибудь всё тебе расскажу. Ну, хорошо. Хорошо. Слушай, давай ты ко мне не будешь ходить сейчас. Я тебе найду другого врача. И всё будет под моим контролем. Я тебе обещаю. Спасибо тебе огромное. Обнимаю. Целую. Пока. Чё, как следователь сходил? Да никак. Спрашивали, почему я уволился из конторы после смерти шефа? А чё уволился-то? Некого увозить было, что ли? Да почему некого? Предлагали пересесть к финансовому, но я как-то это самое не смог. Для меня человек это прежде всего. Я уродов никогда не возил. Спасибо на добром слове. Чё, финансовый урод был? Да нет, но он мутный какой-то. У шефта жена была? Была. Ну, то есть есть. Но они не расписаны были вроде. Красивая женщина. И добрая. И ко мне отлично относилась. Угу. Отношения-то не поддерживаешь? Ну, так это… Я, наверное, сейчас не до таких, как я. Не знаю. Мне кажется, поддержка друзей мужем – лучшее лекарство. Думаете? Уверен. Надо будет заехать. Лишние глаза не помешают, конечно, если это глаза друга. Так, Спицын, ты документы по фильтрам оформил? Да, оформил. Вот. Молодец. Хочешь и дальше так же себя хорошо вести, скоро взлетишь так же, как твой дружбан Харьков. Да нет, куда мне? У него башка, а мне тренироваться надо. Ой, ладно, какая там башка. Банальное везение на ровном месте. На его месте мог оказаться любой, даже ты. В каком смысле на его месте? А слушай, нет, я не про таблетки, я про работу. Слушай, а что у него вообще в жизни-то происходит? У Харькова-то это было. Ну, что-то происходит, наверное. Ну, ты типа не знаешь. Вы же друзья. Но у любой дружбы есть граница. Ну, для этих границ будет загранпаспорт не нужен. Нет. Максим Олегович, чего вы от меня хотите? Да я, я просто понять хочу, как наш Харьков так подпрыгнул. Ты же знаешь, вокруг общения. Ну, кто этот Будвин, который ему мозги подарил? Слушай, Сань, с тебя ответ, с меня премия. Да пошел ты. Какие вы все-то прям принципиальные. Вам бы комсомол возродить. Урод. Юрий Викторович. Юрий Викторович. Юрий Викторович. Черт. Горо было, что там. Слушай, нам надо завязывать с этим делом. Слышь ты, доктор, я не у тебя на приеме. Все, извиняюсь. Ай, подожди, ну, прости. Просто день сегодня тяжелый. Юрий Викторович. Гриш, сейчас, сейчас скажешь. Ты присядь, а то я забуду и сейчас. Дело есть сугубо, очень важное дело. Короче, нужно человечка твоего к Крябину переставить. Я хочу знать все его контакты. Все, понимаешь. Только очень аккуратно надо это сделать. Понял? Хорошо, сделаю. Вот. Ну, давай, что там у тебя. Так, ну, во-первых, машинку мы нашли. Она бросила ее прямо на улице. К гинекологу, само собой, она не ходила. Я имею в виду Светлана Геннадьевна. Я понял. Если она там появится, мне сообщать. Ты так в этом уверен? Нет, именно поэтому я там посадил своего человечка. Вот ты смотри, мы начали работать профессионально, да. Ну, и вот у нас третья. Что? Что это? Кошелек Светланы Геннадьевны, который она обронила в комнате, когда мы… Когда твои орлы клювом щелкали, да? Ну, ладно, поехали. Слушай, Гриша, сколько человек без воды прожить может? Ну, суток трое. Правильно. А без денег? Не знаю. Есть возможность узнать. Но очень хочется найти Светлану. И побыстрее. Встреча днем мысли можно? Давай, излагай. Насколько я помню, то завтра день рождения у Сергея Леонидовича. И что? Светлана Геннадьевна. Появится обязательно на кладбище. Молодец. Привет. Привет. Ты что? Ты даже цветы не купил. Цветы? Морьков, ты с дубы рухнул. У Маргариты Степаны сегодня день рождения. Ты забыл про день рождения? Ладно, только я купила. Подарок вот. Это от нас. Ну, что вы тут застряли? Мам, с днем рождения. Это тебе. Вот от нас. С Верой. Ну, зачем вы тратились? Ну, деньги у меня, ребята. Ну, пошли за стол. У меня все готово. Ух ты. Лох, когда не знаешь, да еще и забудешь. Ну, хоть кто-то бы подсказал. Хоть бы надпись на стене оставили, что ли. Веру, ухаживай, завали. Вот Оливье, а там шуба. Давай. Давай. Я тебе перчик положу. Угу, спасибо. Спасибо. Мамочка, я тебя очень люблю. Желаю тебе здоровья, долгих лет и… И… Спасибо. Знаешь, я… Может, не самый лучший сын у тебя, но… Я, правда, не хочу им быть. Ванечка, ты самый лучший сын на свете. Я тобой горжусь. За вас, Материна Степановна. Юрий Викторович, я думаю, вам не стоит туда садись. Активируй. Но я не смогу в полной мере обеспечить вашу безопасность. Территория сложная, понимать. Не надо рисковать. Вы уже два раза почтальона упустили. Я Света упустить не могу. Понял? Юрий Викторович, я говорю… Слушай, Михалыч, тут два входа. Ты одного человека здесь оставь и вообще разберись. Твою мать. Так, идите сюда. Так, Джек. Мы лучше с тобой приедем в другой раз. Белеет парус одинокий в тумане моря… Голуб? Голубом. Что ищет он в стране далекой? Что… Что… Что кинул он… В краю… В краю родном. Мам, можно мы гулять пойдем? Пока стих не выучите, никаких гулять. Ну, Лермонтов, мало тебе дуду или кокнули. Мам, а правда, что Лермонтов молодым умер? Правда. Он умер, кажется, двадцать шесть лет. Двадцать шесть лет? Разве ты молодой? Мне двадцать шесть. Разве я старая? А Пушкин вообще в тридцать семь погиб. И тоже считается молодым. Тридцать семь – это же вообще старик. Шесть лет, и я так думала. Когда мне будет тридцать семь, я, наверное, с палочкой ходить буду. А я вообще стареть не собираюсь. Ну, слова свои за цветами. А то мы забыли. Без цветов как-то неудобно. Ладно. Я буду в машине. Ладно. Спасибо тебе, любимый. Это твой инзе. Неприкосновенный запас. На четвертый день? Да хоть на цветной. Здесь немного, зато очень душевно. А смысл? Дорогой светлячок, смысл нужно искать даже в бессмысленном. Какой ты у меня умный. Конечно. Так, прячем. Отсюда. И никому не говорим. Тьфу. Тихо. Так, это же Слава. Точно Слава. Слава? Здорово. Прости, Юрий Михайлович. Хоть не падает, давно не виделись. Да, молодец, что приехал, не ожидал. Когда мы последний раз виделись? Почти месяц назад тогда. А, ну да, точно, точно, да. Да, молодец. Ты это, ты зря что уволился. Серега тебя ценил, я бы на работу тебя нашел. Знаете, Юрий Викторович, самое… проехали, как говорится. Да. Слушай, а ты давно Светлану Геннадьевну видел? Ну, так же, как и у вас, тогда. Ну, да, ну да. Просто мы с ней договорились сегодня встретиться, а ее нет. Телефон что-то не отвечает. Да. А вы вообще с ней как, связь поддерживаете? Да нет, ну, надо бы заехать. Вот это правильно. Слушай, если вдруг так получится, что мы сегодня с ней не пересечемся, а ты вдруг ее как-нибудь увидишь, ты звякни меня. Телефон, надеюсь, не стер? Да. Нет, не стер. Я это, Юрий Викторович, пойду? А, ну да, да, да. Давай. Рад был видеть вас сегодня. Пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Остаешься за старшего Субтитры сделал DimaTorzok 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 Валентин Владимирович, я не пью, я ж на работе. Ты чё старше сказал? Ну а как вы домой поедете? На таксы? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да не сердись, пожалуйста Я чуть-чуть Я знаю Ты бы мне разрешил Боже мой, Юра! Какая огромная! С днём рождения! Спасибо тебе! Спасибо! Ой! А ты знаешь, что я всю жизнь мечтала о собаке? Знаю! Да? Да. Ну, каждый ребёнок в детстве мечтает либо о кошке, либо о собаке. А вдруг я мечтала о кошке? Если бы ты мечтала о кошке, то у тебя была бы кошка. Ну, что, она ещё и лает? Она лает, бегает, а ещё поедет. Лает хэппи бёрд, 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 бёрд. Серёжа, что это? Это плагиат. Серёжа, боже мой. Я бы по-другому назвал собаку. Ой, мой хороший. Знаешь, Свет, просто каждый ребёнок в детстве мечтает о собаке и точно плагиат. Я же всю жизнь мечтала о собаке. Ой, мой хороший. Ой, мой хороший. Спасибо тебе, Серёжа. Спасибо тебе огромное. Ай, ты что ж собака-то делаешь-то, а? Ой, ой, Джек, 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 фу! Джек? Джек? Ну, Джек. Что смотришь? Всё понимаешь? Я вижу, тебе тоже грустно. Кто это, Джек? Кто это, Джек? Фу? Всё думаешь. Ты же сыскал или обopardался. Ты較答ерен. Фу? Да, что фу? Давай. Ты куда? powder? Да, fo真的很arden. У депер 당вздоров? Привет, привет. Привет, ты меня так напугала, что я такая страшная. Привет. Слушай, последние события меня так накрутили. Слушай, а вдруг меня прослушивают. А б я подумала, что в такой день с тобой кто-то должен быть рядом. Глаза красные. Значит, я правильно пришла? Проходи. Да. Ладно, давай. За Воробьева твоего. Верите, Валентин Владимирович, первый раз в жизни с начальником пью. Да ладно. Ну, надо когда-то начинать. Ну, без начальства у тебя как с этим делом? Без начальства? У меня здесь есть принцип. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вот, например, меня начальник пускает, я домой приезжаю, но все равно не пью. Ну, а вдруг срочно нужно куда ехать? А врал какой-нибудь или это самый форс-мажор. Да. Не, ну, просто много раз такое было и никогда меня начальник под мухами не застал. Что правда, то правда. Ну-ка, ты молодец. А вот у Скрябина водила, ну, сто раз залетал. А Скрябин это… Финансовая дерева. Да, да, финансовая. Что ты говоришь, мутный он какой-то? А че он мутный-то? Расскажи-ка мне слова про финансового нашего. Может, не один Мазуров сделку-то по оружию проворачивал? А? Может, дуэтом они пели? А я не заметил. Да не искренний он какой-то. Первое время все шефу в рот заглядывал, а потом с этим как… Со вторым учредителем векшаться стал. Терки у него какие-то там с ним совместные появились. Просто такое ощущение было, что у них своя свадьба в бизнесе, у шефа своя. У них и до сих пор терки. Мне его водитель рассказывал. Набрали охраны и шкериться где-то там. За городом. Ну, вот она и зацепочка. Спасибо, Слава. Значит, не зря я решил за Скребиным проследить. Валентин Владимирович, может, хватит на сегодня, а то мне завтра за руль? М-м. Только в гости с пустыми руками нехорошо. Надо бы подготовиться ко встрече. Могу же я от Харькова хоть один день на природе отдохнуть? Это ты сам за рулем поеду, Слав. А ты свободен? Отдыхай. Это как? Это самое. Да как хочешь. Сегодня свободен. Давай. Это как? Это самое. Да как хочешь. Ты что, Слав? Да не, ничего. Белочек словился? А? А? А максимум продать не получилось. Юр, ну, слишком мало времени на такую сделку. Когда покупателю говоришь, что деньги нужны срочно, он сразу сбивает цену. Закон рынка я предупреждал. Угу. Ладно. Спасибо за оперативность, Миша. Теперь хватает или добавить? У меня есть кое-какие сбережения. Благородно. Ну, не надо я сам. Юр, мне жаль, что так получилось. А мне как жаль. Ты не поверишь. Ладно, давай. Я поехал. Жаль им. Алло, Эдуард Александрович, я собрал деньги. Куда завтра вам подвезти? Господи, что случилось? Я ничего намоляю. Валя, ну я тебе сейчас говорила, смотри под ноги. А чё это такое здесь? Чемодан подними, поставь на место. Чего поставил? Валя, ты выпил? Господи. Ну, хорошо. Ну, выпил, да, чуть-чуть. Валя, от тебя пахнет алкоголем. Ну, конец, он пахнет. Может, ты объяснишь? Мам, ну что, объясню. Анкоголь без запаха ещё не придумали, ну. Валя, пристань. Первая моя поздно, Новый год, рано. Причина какая? Причина есть, есть. День рождения. День рождения у кого? Я знаю этого человека. Нет, мам, я так устал, а. Дай, пожалуйста, я… Привет, Вера. А, соседи звонили, представляешь её? И я позвала её к нам пожить. Красавица какая-то. Спасибо, Ольга Илья Степановна. Не буду вам мешать. Спокойной ночи, дети. Спокойной ночи. Спать, спать, спать. Идём спать. Валя, ты будешь у стены? Вер, я лёг на кухне. Валя, ты опять? Вер, ну, у меня завтра отчёт. Очень много работы, поэтому, ну, правда, спи спокойно. Ну, а теперь как? Если выпил, то суббота. Спокойной ночи, мама. Верунечка, ты добрая, хорошая, но ты не оставляешь мне выбора. В следующий раз скажу, что я биоробот. Дубль два. То же место, те же персонажи. Так, машина Скрябина уже здесь. Значит, приехала раньше всех. Есть надежда, что скоро выйдет. Во всяком случае, раньше именно так было. А вот и ты, друг мой Скрябин. Заперли. Как специально. Привет, Степана. Привет, Людмила. Ну, как дела? Пока не померла. Ты чего каркаешься? Тебе ещё сына женить. Ой, я знаю. Дождусь ли. Да дождёшься. Мужик видный, интеллигентный. Порас просит всегда обо всём. Поздоровается. А главное, ты знаешь, раньше он меня в упор не замечал. А сейчас, вот как будто его подменили. Ты тоже заметила? Чего заметила? Ну, про сына, что как будто его подменили. А, ну, в хорошую сторону. Поумнел, значит, радуйся. Угу. Куда ты лезешь, ну? Проезжай давай. Гриша. Ничего себе. Он что, следит за Скрябином? Ух ты, раздор и шатанье во вражеском стане. Пока не знаю как, но это нужно использовать. Сержант Байко. Документы ваши. Нарушаем. Виноват, сержант. Да что ж такое? Он же уедет сейчас. В машину пройдёмте. На месте решили, да? В машину договорю. Вы там наверху издеваетесь, что ли? Каждый раз одно и то же. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok